Любимые, всем привет! Вы на канале Жизнь без Невроза, вы на канале с Аленой. И сегодня мы с вами говорим на такую тему, как встретить любовь. Где ее встретить и можно ли встретить в любом возрасте, в каком. У меня, вы знаете, очень много людей, которые приходили во взрослом возрасте, 40-50 лет, и говорили о том, что я с вами делюсь, да, о том, что я точно буду один, я буду сам. И у меня ничего не получится, и у меня были какие-то отношения, я развелся, я всю жизнь тлен, я буду один серый волк и так и останусь. Но, друзья, все эти личности получали задачи, задания, которые привели их к браку. Так можно ли встретить любовь, как встретить, где ее встретить, нужно ли ее, собственно говоря, искать? Нужно, друзья, действительно нужно. Очень часто у меня спрашивают, я просто загадала, я просто, и он появился. Не всегда есть такие моменты, когда вы можете просто загадать, просто создать, просто, 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 иногда это очень непросто. Иногда очень непросто просто отпустить мысли и дать себе волю. Очень многим нужна реальная поддержка. Что это значит? Когда я создаю намерение, я создаю желание, я создаю импульс, то я должен, должен открыть ворота и идти за своей, как говорится, судьбой. Что это значит? Это значит, что если я отдал, создал запрос, намерение, то это намерение может действительно быть услышано. Но самое главное, чтобы я чувствовал, что в какой-то момент я должен открыть дверь, я должен принять. Если я не понимаю, куда иду, или я сказал, вселенная дай мне, или сказала, что я хочу, но вселенная дает, и я ничего не делаю, то есть приходят люди, я обращаю внимание, или я пугаюсь, или я отдаляюсь, и я от этого просто очень сильно только тревожусь. Все другого не происходит. Я бы сказала, что если вы действительно хотите справиться с тревогой, с состояниями, когда приходит человек, а вы не знаете, что делать, обязательно начните идти в сторону этого человека. Ведь вы его запросили, это как подарок, и влюбиться, и дойти, и это все реально. Где же встретить? Миллион сейчас площадок, социальные сети, мероприятия. Главное, чтобы вы интересовались чем-то, желали чего-то, были открыты и имели намерение. Каждый раз, когда у вас в голове возникает намерение, я хочу, я должен, я могу, и я иду, я пытаюсь, я получаю, я создаю, я проектирую, я творец своей жизни. Вот так. И это все очень мощная практика, которая приведет вас к тому, что вы действительно встретите. Помните только, только давайте вопрос, но и сами идите к нему.